Следующий вопрос. Надоели молитвы, утренние, особенно вечерние? Приелись, что ли, лень читать правила, каждый день одно и то же, в одном и том же порядке? Дума может заменить молитвы? Священник сказал, мало ли, что тебе не нравится, надо себя понуждать, тогда им цена больше. Эти молитвы читали святые, они установлены церковью, и вообще каждый православный христианин должен это правило выполнять. А уж после него молись, как хочешь. А это разве не фрамализм? Прочитал правила, потому что надо, при этом думая, поскорее бы их прочитать. Ну вот, вопрос серьезный, да. Сталкиваемся с такой проблемой. И не только Вы сталкиваетесь, все мы сталкиваемся, рано или поздно, с такой проблемой, что приедаются молитвы, молитвенное правило, тяжело становится их читать. Но, в общем-то, проблема не в молитвах, а в нас, на самом деле. Поэтому, если Вы смените, поменяете, Вы себя-то не поменяли, все осталось на своих местах. То есть, в этой ситуации нужно поменять себя, и тогда все будет хорошо. А если молитвы менять, но себя все время оставлять в одном состоянии, то что толку? Проблема не в том, что приедаются. На самом деле, в них глубина необъятная в этих молитвах. Литургию, которой мы служим Иоанна Златоуста, ей 17 столетий, по сути дела. И ничего не меняется. Ну, там меняются, дополняются тропари, например, что-то. Новые святых прославляют, и когда им память совершается, то эти тропари исполняются. А остальное все ставится неизменно, а остальное все не меняется веками. И исчерпать эту глубину невозможно, потому что содержание этих молитв такое глубокое, что, если действительно молиться, то задевает в душе все те струны, которые можно только задеть. И ничего лучшего за это время не придумали. Точно то же самое касается и вечерних, и утренних молитв. То, что мы их субъективно оцениваем как уже надоевшие, это еще не значит, что в них действительно мы исчерпали всю глубину, и там ничего уже интересного для нас не осталось, нам нужно двигаться дальше. Как раз наоборот, это означает, что мы стали на них смотреть очень поверхностно, и перестали замечать в них то, что там вообще есть ценного. И это печально. Поэтому, в общем-то, я согласен со священником, который, в общем-то, вас так попытался вразумить и наставить на пусть истинной, что не надо ничего менять, молись вот этими правилами и все на этом. Только единственное, что я другими словами все это сказал. Но по сути, я с ним согласен абсолютно. Вам нужно пересмотреть свою практику молитвы как-то коренным образом, подойти совершенно иначе к молитве и глянуть на эти тексты совершенно другими глазами. Получается, знаете, какой бы такой пример привести? Мне удобно с музыкой почему-то в данном случае, с молитвой почему-то музыкальная аналогия приходит на ум. К примеру, вам предлагают какое-то музыкальное произведение, которое является шедевром. И вы должны его изучить на музыкальном инструменте. Вам предлагают вот это музыкальное, вот это, это, это и вот то. Надо достигать в этом какого-то совершенства. Вы начинаете это играть, но не увидели там никакого совершенства, что и вам не хочется, и вам вообще как-то все это кажется вообще неинтересным. И вы лучше амурку можешь, как вот в этом фильме. Лучше что-нибудь вот этакое, попроще и поближе. Но себя надо поменять, щелкнуть. Сказали, вот это ценно, значит, ценно. Потому что на самом деле ценно. Короче, здесь нужно потрудиться. И, может быть, пересмотреть практику молитвы, ну, хорошенечко так пролистать ее, да? Может быть, уменьшить объем, оставить там, например, начало-конец. Ну, какие-то молитвы середины убрать пока. Но зато вот это начало-конец оставить так, чтобы эх, чтобы ум никуда не рассеялся, чтобы вот, сосредоточиться на качестве, а потом туда потихонечку обратно возвращать понемножечку. Может быть, так. В общем, помощи Божьей вам. Ах. Ах.